Рэдьярд Киплинг Необычайная прогулка Морроуби-Джукса Никакого обмана, как выражаются фокусники, в этой истории нет. Джукс случайно наткнулся население, которое существует на самом деле, хотя ни один англичанин, кроме него, там не бывал. Подобного рода поселок еще недавно процветал в окрестностях Калькутты и ходил даже слух, что если забраться в самую глубь Беканера, расположенного в самом сердце Великой Индийской пустыни, там можно обнаружить не то что селение, а целый город, штаб-квартиру мертвецов, которые хоть и не умерли, но утратили право на жизнь. Беканер — город в нынешнем штате Раджастхан, некогда столица самостоятельного княжества, располагавшегося в оазисах в центре обширной пустыни Тар, иначе называемой Великой Индийской пустыней, и простирающейся на значительное расстояние к востоку от среднего и нижнего течения реки Инд. Примечание редакции Да и то сказать, раз уж совершенно точно известно, что в той же пустыне существует другой удивительный город, куда удаляются на покой все богатые ростовщики после того, как они сколотят себе состояние, состояние столь огромное, что владельцы их не рискуют довериться даже могучей деснице закона, а ищут убежище в безводных песках, где они заводят себе роскошные выезды на мягких рессорах, покупают красивых девушек и украшают дворцы золотом и слоновой костью, и ментоновскими изразцами, и перламутром. Я не вижу, почему должен вызывать сомнение рассказ Джукса. Ментоновскими изразцами, то есть изготовленными по способу Минто, усовершенствовавшему производство цветных изразцов. Примечание редакции. Сам он инженер-строитель, и голова его набита всевозможными планами, перспективами и разными прочими материями такого же рода. И уж, конечно, не стал бы он затруднять себя, выдумывая всякие несуществующие ловушки. Он бы больше заработал, занимаясь своим прямым делом. Излагая эту историю, он никогда не разнообразит ее новыми версиями и очень раздражается и негодует, вспоминая о том, как непочтительно с ним там обходились. Записал он ее вначале совершенно бесхитростно, и лишь впоследствии выправил кое-где стиль и добавил моральные рассуждения. Так вот. Началось все это с легкого приступа лихорадки. По роду моей деятельности, мне пришлось однажды на несколько месяцев расположиться лагерем между Пакпаттаном и Мубаракпуром. А то, что это безлюдная, жалкая дыра, известно каждому, кто имел несчастье там побывать. Пакпаттан — город в южной части Пенджаба, на границе с Раджастханом. Мубаракпур — небольшой городок к юго-западу от Пакпаттана уже на территории Раджастхана. Примечание редакции. Мои кули вызывали у меня раздражение не больше и не меньше, чем прочие артели подобного рода. А работа требовала напряженного внимания, спасая от хандры, даже если бы я и был подвержен этой недостойной истинного мужчины слабости. 23 декабря 1884 года меня слегка лихорадило. Было тогда полнолуние, и естественно, что все псы неподалеку от моей палатки выли на луну. Эти бестии импровизировали дуэты и трио, доводя меня до бешенства. За несколько дней перед тем я подстрелил одного такого громкоголосого певца и повесил его останки интерорен в полусотни ярдов от входа в палатку. Интерорен для Астраски Перевод с латинского примечания редакции Но собратья его тут же навалились на мертвое тело, передрались и сожрали его целиком. Мне даже показалось, что после этого они запели свои благодарственные гимны с удвоенной силой. Сопутствующие лихорадки возбужденное состояние действуют по-разному на разных людей. Мое раздражение спустя короткое время нашло исход в твердом решении убить одну гадину, черную с рыжими подпалинами, которая целый вечер громче всех выла и первая же бросалась на утек. Из-за того, что рука у меня дрожала, а голова кружилась, я уже дважды промахнулся по ней из обоих стволов моего дробовика. И тут меня внезапно осенила мысль, что лучше всего будет погнаться за нею верхом, догнать на открытом месте и прикончить ее копьем. Конечно, только лихорадка могла породить этот бредовой план, но в тот момент он оказался мне совершенно разумным и легко осуществимым. Поэтому я приказал кониху оседлать порника и незаметно подвести его к заднему выходу из палатки. Когда пони привели, я стал рядом с ним, чтобы улучшить момент, когда собака снова поднимет вой и сразу вскочить в седло. Надо сказать, что порника перед этим несколько дней не выводили из загона. Ночной воздух был холодным и бодрящим, а на мне были специальные шпоры, длинные и острые, которыми я в тот день понукал медлительного копа. Коп — порода небольших верховых лошадей, примечание редакции. Поэтому нетрудно поверить, что когда я погнал порника, он сразу же пустился в скач. В одно мгновение, ибо собака неслась как стрела, палатка осталась где-то далеко позади, и мы мчались по песчаной равнине, как в гонках на скаковой приз. В следующее мгновение мы обогнали мерзкого пса, и я уже успел позабыть, с чего это я вдруг оказался тут на лошади и с копьем в руках. Лихорадочное иступление и возбуждение от бешеной скачки навстречу ветру, видимо, лишили меня последних остатков разума. Мне лишь смутно помнится, как я, привстав на стременах, размахивал копьем при свете огромной белой луны, которая с таким равнодушным спокойствием смотрела с высоты на мой безумный голоп и громогласно бросал вызов кустам верблюжатника со свистом, проносившимся мимо меня. Верблюжатник, иначе верблюжья колючка, растение засушливых полупустынных зон Азии. Примечание редакции. Раз или два меня, видимо, швырнуло на шею порнику, и мне пришлось буквально повиснуть на шпорах, как это показывали следы, обнаруженные у него на следующее утро. Проклятое животное, как одержимое, неслось вперед по залитому лунным светом песчаному пути, которому, казалось, не будет предела. Затем, помнится, почва впереди нас внезапно стала повышаться, и когда мы преодолели эту кручу, я увидел внизу воды Саттледжа, сверкающие, как серебряная полоса. Тут порник споткнулся, тяжело зарылся головой в песок, и мы оба покатились вниз по невидимому склону. Вероятно, я потерял сознание, ибо когда я снова пришел в себя, оказалось, что я лежу ничком на куче мягкого белого песка и рассвет уже слегка окрасил вершину откоса, с которого я скатился. Когда совсем рассвело, я увидел, что нахожусь у подножия подковообразного песчаного кратера, открывающегося с одной стороны прямо на отмеле Саттледжа. Лихорадка полностью оставила меня, и если не считать легкого головокружения, я не ощущал никаких повреждений после своего ночного падения. Порник, который стоял в нескольких ярдах от меня, был, конечно, порядком измучен, но и он был совершенно невредим. Его седло, особенно удобное для пола, было основательно разбито, и съехало ему под брюхо. Мне пришлось немало повозиться, чтобы вернуть его в правильное положение, и за это время я успел осмотреть то место, куда я так нелепо свалился. Рискую показаться утомительным, я вынужден все же описать это место во всех подробностях, ибо детальное представление о нем существенно поможет читателю уяснить последующий ход событий. Так вот, вообразите, как уже упоминалось выше, подковообразный кратер с крутыми песчаными склонами, примерно 35 футов высотой, угол откоса был, вероятно, градусов 65. Внутри этого кратера простирался плоский участок длиной около 50 ярдов, а шириной в самом широком месте ярдов в 30. Посредине его находился рубленный из неотесанных бревен колодец. По всей окружности у основания кратера, примерно в трех футах над землей, виднелась целая серия нор 83 полукруглых, овальных, квадратных и многоугольных отверстия, каждые около трех футов высоты. Все эти норы при ближайшем рассмотрении были внутри заботливо укреплены выловленными из реки бревнами и бамбуком, а над их входом, как козырек жукейского картуза, выступал на два фута деревянный водозащитный навес. В этих пещерах не было видно никаких признаков жизни, но весь амфитеатр источал мерзкий, тошнотворный запах, более зловонный, чем все, к чему приучили меня мои странствия по индийским селениям. Взобравшись снова напорника, который и сам не меньше моего рвался обратно в лагерь, я объехал все основание подковы в поисках парохода, ведущего наружу. Обитатели пещер, кем бы они ни были, так и не сочли нужным показаться, и я вынужден был положиться только на собственные усилия. Первая же попытка взять песчаную гору в лоб показала мне, что я нахожусь в такой же ловушке, какую расставляет своим жертвам муравьиный лев. При каждом движении вверх осыпающийся песок обрушивался целыми тоннами и мелкой дробью грохотал по козырькам пещер. После нескольких неудачных попыток мы оба спорником, наполовину задохнувшиеся в потоках песка, скатились к подошве откоса, и я решил перенести свои усилия на берег реки. Здесь все казалось достаточно простым. Правда, песчаные горы упирались в самый берег, но на реке было множество мелей и островков, по которым можно было проехать напорники, а затем, круто свернув вправо или влево, отыскать путь обратно на терра фирма. Твердую землю. Перевод с латинского, примечание редакции. Когда я направил порника через пески, я вздрогнул от негромкого ружейного выстрела, донесшегося с реки. В тот же момент свист пули раздался у самой головы порника. Характер стрелкового оружия не вызывал сомнений, это была строевая винтовка Мартини Генри. За 500 ярдов от нас на середине реки стояла на якоре туземная лодка и легкий дымок на носу, хорошо заметный в прозрачном утреннем воздухе, указывал, откуда исходило это учтивое предупреждение. Случалось ли когда-нибудь уважающему себя джентльмену попасть в подобный тупик? Предательский песчаный откос не позволял выбраться сухим путем из этого места, куда я забрался отнюдь не по своей воле, а попытка приблизиться к речному берегу подавала повод к стрельбе каким-то сумасшедшим туземцам на лодке. Боюсь, что я просто из себя выходил от ярости. Вторая пуля, однако, дала мне понять, что лучше бы мне поубавить пыл, и я поспешно отступил назад к центру подковы, где к этому времени из барсучьих нор, которые я склонен был считать необитаемыми, выползло на шум выстрела шестьдесят пять человеческих существ. Меня окружила целая толпа зрителей, свыше сорока мужчин, двадцать женщин и один ребенок, видимо, не старше пяти лет. Все они были скудно одеты в куски материи того оранжевого цвета, который привычно связывается с фигурами индийских нищих, и с первого взгляда произвели на меня впечатление банды отвратительных факиров. Трудно описать грязный и омерзительный облик всего этого сборища, и я содрогнулся при мысли о том, как живут эти люди в своих барсучьих норах. Даже в наши дни, когда местное самоуправление в значительной мере подорвал эту земную почтительность к сахибам, я все еще был приучен каким-то знаком учтивости со стороны моих подчиненных, и поэтому, приблизившись к толпе, естественно, полагал, что мое появление не пройдет незамеченным. Так, собственно, и случилось, но это было совсем не то, чего я ожидал. Эта толпа оборванцев попросту смеялась надо мной. Да так, что никогда в жизни мне бы не хотелось больше услышать подобный смех. Стоило мне оказаться среди них, как они стали гоготать, вопить, свистеть и выть. Некоторые из них буквально падали на землю в корчах дьявольского веселья. В одно мгновение я бросил поводья порника, и в невыразимом раздражении от всех приключений этого утра изо всех сил стал колотить тех, кто оказался поближе. Негодяи валились под моими ударами, как кегли, и смех уступил место воплям о пощаде, а те, кого я еще не тронул, обнимали мои колени и на разных варварских диалектах молили меня о прощении. В этой сутулке, когда я сам уже устудил с того, что дал волю своему вспыльчивому нраву, чей-то тонкий высокий голос за моей спиной забормотал по-английски «Сахиб, Сахиб, вы не узнаете меня?» «Сахиб» — это Ганга Дас, телеграфист. Я быстро обернулся и увидел говорившего «Ганга Дас». Я, разумеется, без малейших колебаний привожу подлинное имя этого человека. Когда я познакомился с ним четыре года тому назад, был брахманом из Декана, которого правительство Пенджаба направило в один из штатов Хальсы. Брахман — человек, принадлежавший к высшей касте, касте жрецов. Привилегированные положения брахманы занимали и в те времена, когда каста утратила свою прежнюю роль и принадлежность к ней означала только происхождение. Декан Плоскогория в южной части Индостана, Хальса, обозначение религиозно-воинской общины Сикхов. Штаты Хальсы прежде всего Пенджаб и Кашмир. Примечание редакции. Ему было поручено местное телеграфное отделение, и в то время это был веселый, сытый, дородный, правительственный чиновник, обладавший примечательной способностью сочинять плохие английские каламбуры. Именно это его качество напоминало мне о нем даже тогда, когда я уже давно забыл об услугах, которые он оказал мне по служебной линии. Не так уж часто встречается индейц, умеющий острить по-английски. Сейчас, однако, этот человек переменился до неузнаваемости. Его кастовый знак, упитанное брюшко, стального цвета брюки и елейной речи, все это исчезло. Передо мной стоял иссохший скелет без тюрбана на голове и почти без одежды, с длинными, сбившимися в колтун волосами и глубоко запавшими какими-то рыбьими глазами. Если бы несерповидный шрам на левой щеке, результат несчастного случая, к которому я сам имел некоторое отношение, я бы ни за что не узнал его. Но это был несомненно Гангадас, и к тому же, что для меня было особенно важно, туземец, владевший английской речью, который, по крайней мере, способен был объяснить смысл того, что произошло со мной в этот день. Толпа отступила, и я обратился к этой жалкой фигуре с просьбой указать мне, каким путем можно выбраться из кратера. У него в руках была свежеощипанная ворона, и в ответ на мой вопрос он неторопливо взобрался на песчаную площадку перед выходом из пещеры и молча принялся разводить огонь. Высохшая полевица, песчаный мак и сплавные дрова разгорелись быстро, и мне доставило немалое утешение уже то, что он зажигал их обыкновенной серной спичкой. Когда они запылали ярким пламенем, и ворона была аккуратно насажена на вертел, Ганга Дас начал, не тратя слов на вступление. Существует всего два рода людей, сэр, живые и мертвые. Если вы умерли, вы мертвы, но если вы живете, вы живы. Тут его внимание на мгновение отвлекла ворона, которая повернулась столь неудачно, что ей угрожала опасность превратиться в залу. Если вы умираете у себя дома и не умерли на пути к хату, куда вас несут, чтобы сжечь, вы попадете сюда. Кхат обрыв ущелья, примечание редакции. Теперь мне раскрылась загадка этого селения, и все самое нелепое и ужасное, что я когда-либо слышал или читал, померкло перед этим сообщением бывшего брахмана. Шестнадцать лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, путешественник Армянин рассказал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отвозят тех индусов, которые имели несчастье оправиться от состояния транса или каталепсии, я вспоминаю, как я искренне смеялся над тем, что склонен был тогда считать охотничьей басней. И вот теперь у подножия этой песчаной ловушки в моем сознании отчетливо, как на фотографии, возникли вдруг отель Отсона с его колышущимися опахалами и вышкаленной прислугой в белых одеждах и желтоватое лицо армянина. Я не мог удержаться от громкого смеха, слишком уж нелепым показался мне этот контраст. Ганга-дас, склонившись над своей мерзкой птицей, с любопытством наблюдал за мной. Индусы редко смеются, и не таково было окружение Ганга-даса, чтобы вызвать в нем неуместный взрыв веселья. Он важно снял ворону с деревянного вертела и, сохраняя ту же неторопливую важность, сожрал ее. После этого он продолжал свой рассказ, который я передаю его собственными словами. Во времена холерной эпидемии вас уносят на сожжение еще до того, как вы умерли. Когда вы попадете на берег к реки, бывает так, что холодный воздух оживляет вас, и тогда, если вы лишь едва-едва живы, вам наложат ило в ноздри и в рот, после чего вы умрете окончательно. Если вы окажетесь несколько крепче, вам наложат больше ила, но если вы по-настоящему живы, вам дадут выздороветь, а затем заберут снова. Я был по-настоящему жив и громко протестовал против унижений, которым меня хотели подвергнуть. В те дни я был брахманом и гордым человеком. А теперь я мертвый человек и ем, тут он взглянул на дочь сто обглоданной птичей костяк, и впервые с тех пор, как мы встретились, обнаружил признаки волнения, теперь я ем ворон и прочую дрянь. Они подняли меня с простынь, когда увидели, что я по-настоящему жив, и дали мне на неделю лекарств, и я успешно излечился. Тогда меня отвезли по железной дороге из моего города на станцию Окара в сопровождении человека, который заботился обо мне, а на станции Окара появились еще двое, и нас всех троих отправили на верблюдах ночью в это место, где меня столкнули с вершины откоса вниз, и тех двоих следом за мной, и с тех пор, вот уже два с половиной года, как я здесь. Некогда я был брахманом и гордым человеком, а теперь я ем ворон. Но неужели нет никакого средства вырваться отсюда? Ни единого. в начале, когда я только попал сюда, я часто делал разные попытки, и все другие тоже делали, но песок, который обрушивался нам на головы, постоянно одерживал верх. Но послушайте, перебил я его, ведь берег-то открыт, и стоит рискнуть, несмотря на пули, скажем, ночью. У меня уже складывался в общих чертах план бегства, хотя естественный инстинкт самосохранения и не позволил мне поделиться им с Ганга Дас. Однако он тут же разгадал этот тайный замысел и, к моему искреннему удивлению, разразился хриплом злым хихиканьем, которое должно было изображать смех превосходства или уж во всяком случае насмешку равного. Это вам не удастся, заявил он, начисто отказавшись от слова сэр, после этого предварительного вердикта. Этим путем вам не убежать. Впрочем, попытайтесь. Я и сам пытался. Один только раз. Ощущение неясного ужаса и омерзительного страха, который я тщетно пытался подавить, внезапно бурно захлестнуло меня. Мой продолжительный пост, сейчас уже было почти десять часов, а я ничего не ел со вчерашнего утра, в сочетании с яростным и противоестественным возбуждением от скачки, изнурили меня, и в эти минуты я вел себя как настоящий безумец. Я ринулся на безжалостный песчаный холм. Я носился, кружа вдоль подошвы кратера, попеременно то умаляя небеса, то кощунствуя. Я пытался прокрасться сквозь прибрежные камыши, но всякий раз меня останавливал приступ отчаянного страха перед ружейными пулями, которые взметали песок вокруг меня, ибо мне страшно было умереть здесь, среди этой мерзкой толпы, застреленным как бешеный пес. Наконец, обессиленный и воющий, я упал у сруба колодца. Никто не проявил ни малейшего интереса к этому зрелищу, которое еще и сейчас, когда я вспоминаю о нем, вызывает у меня острое чувство стыда. Два или три человека наступили на мое трепещущее тело, когда набирали воду, но они, очевидно, уже привыкли к таким вещам и не считали нужным тратить на меня время. Положение мое было унизительным. Только Ганга Дас, присыпая песком горячие уголья своего очага, снизошел до того, чтобы вылить мне на голову полкружки зловонной воды, поступок, за который я бы на коленях благодарил его, если бы он и в это время не продолжал так же насмешливо и злобно хихикать надо мной, как тогда, когда он разгадал мое намерение форсировать речные отмели. В таком полувесчувственном состоянии я пролежал до полудня. А затем, будучи в конце концов всего лишь человеком, я почувствовал голод и тут же сообщил об этом Ганга Дасу, на которого я уже начал смотреть, как на своего естественного покровителя. Следуя своим привычкам общения с туземцами в обычном мире, я сунул руку в карман и вытащил оттуда четыре аны. Бессмысленность этого, однако, тут же бросилась мне в глаза, и я уже собирался сунуть монеты обратно. Ганга Дас, однако, придерживался иного мнения. «Отдайте мне деньги», сказал он, «все, какие есть. Не то я позову кого-нибудь на подмогу, и мы убьем вас». И это говорилось с таким выражением, как будто речь шла о самых обычных вещах. Первым побуждением британца бывает обычно забота о содержимом его карманов. Но тут, поразмыслив немного, я понял, что не в моих интересах ссориться с единственным человеком, который мог сделать мою здешнюю жизнь относительно сносной, и кто один только и мог оказать мне помощь в моих планах бегства из кратера. Я отдал ему все свои деньги, девять рупий, восемь ан и пять пайс. В лагере я обычно ношу при себе мелочь на чаевые. Ганга Дас схватил монеты и сразу же спрятал их куда-то за рваную набедренную повязку. При этом в лице его появилось какое-то дьявольское выражение, когда он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за нами. «Вот теперь я вам дам поесть», сказал он. «Не берусь сказать, какое удовольствие получил он, завладев моими деньгами, но поскольку они явно привели его в восторг, я не жалел, что так легко расстался с ними. К тому же у меня не оставалось ни малейшего сомнения, что в случае моего отказа он тут же убил бы меня». Бесполезно протестовать против жестоких обычаев звериной берлоги, а мои здешние компаньоны были хуже всякого зверя. Пока я поглощал то, что достал Ганга Дас, мерзкое Чапатти, и полную кружку затхлой колодезной воды, люди вокруг не выказывали ко мне ни малейшего интереса, того любознательного участия, которое столь настойчиво проявляется в любой индийской деревушке. Чапати лепешки. В Индии еще в прошлом столетии их рассылали по окрестным деревням как весть о важном событии. Примечание редакции. У меня даже сложилось впечатление, что они презирали меня. Во всяком случае, они относились ко мне с самым холодным безразличием, и Ганга Дас в этом случае не составлял исключения. Я засыпал его вопросами об этом ужасном селении, но его ответы были в высшей степени скудными. Судя по его словам, оно существовало с незапамятных времен, из чего я заключил, что ему никак не меньше сотни лет, и за все это время не было засвидетельствовано ни одного случая успешного бегства. При этих словах я должен был призвать на помощь все мое самообладание, чтобы слепой ужас снова не захлестнул меня и не заставил с воплями носиться вокруг кратера. А Ганга Дас, подчеркивая этот факт, со злорадным удовлетворением следил за моими внутренними терзаниями. При этом никакая сила не могла заставить его раскрыть, кто были эти таинственные они. Так было приказано, повторял он, и я не знаю никого, кто ослушался бы этого приказа. Подождите, пока мои слуги хватятся меня, возразил я, и обещаю вам, что это место будет стерто с лица земли, а вы еще получите урок учтивости, друг мой. Ваши слуги будут растерзаны в клочья, прежде чем они успеют добраться сюда. А кроме того, вы мертвы, мой дорогой друг. Это не ваша вина, разумеется, но, тем не менее, вы мертвы и даже похоронены. Через неравные промежутки времени, рассказывал он мне, сюда доставляют продовольствия, которые сбрасывают с вершины кратера прямо вниз, и обитатели пещер дерутся из-за него, как дикие звери. Когда человек чувствует приближение смерти, он уползает в свою берлогу и там умирает. Тело его обычно выволакивают из пещеры и выбрасывают в песок, а иногда дают сгнить там, где оно лежит. Фраза выбрасывают в песок привлекла мое внимание, и я спросил у Ганга Даса, не способствует ли такой способ захоронения вспышкам эпидемии. «Это вы сможете вскоре установить сами», ответил он, снова разразившись своим хриплым смешком. «У вас будет немало времени для наблюдений». При этих словах, к его очевидному удовольствию, я поежился от ужаса и поспешил переменить разговор. «Ну, а как вы проводите здесь время? Что вы делаете изо дня в день?» На это он ответил теми же словами, что и на предыдущий вопрос, добавив только, что это место напоминает ваш европейский рай. Здесь никто не женится и не выходит замуж». Гангдас воспитывался в миссионерской школе, и если бы он переменил веру, как это сделал бы всякий разумный человек на моем месте, добавлял он обычно, ему удалось бы избежать той жизни в могиле, которая ныне досталась ему в удел. Но пока с ним был я, он, как мне кажется, был счастлив. Здесь находился Сахиб, представитель господствующей нации, беспомощный, как дитя и попавший в полную зависимость от своих туземных соседей. Обдуманно и неспеша принялся он мучить меня, подобно тому, как школьник, ликуя в течение получаса, следит за агонией жука, насаженного на булавку, либо, как хорек, удобно расположившись в темной норе, жадно впивается зубами в затылок кролика. Основной смысл всех его разговоров сводился к тому, что отсюда нельзя уйти, что бы вы ни делали, и что мне придется оставаться здесь, пока я не умру, и меня не выбросят в песок. «Если бы можно было представить себе, как грешные души встречают в преисподней душу вновь пришедшую, то, вероятно, их разговор с нею был бы очень похож на тот, который вел со мной в это утро Гангодас. У меня не хватало сил протестовать или защищаться, вся энергия уходила у меня на борьбу против невыразимого ужаса, который грозил в любую минуту снова захлестнуть мою душу. Это чувство можно сравнить лишь с борьбой против морской болезни, которая грозит человеку при переезде через Ла-Манш. Только мои муки были духовными и бесконечно более страшными. День медленно угасал, все обитатели берлок высыпали наружу, чтобы захватить хоть немного послеполуденного солнца, лучи которого теперь отлога падали в горловину кратера. Эти люди собирались небольшими группами и толковали между собой, не удостаивая меня даже взглядом. Около четырех часов, насколько можно было судить о времени, Гангодас встал и, нырнув на мгновение в свою берлогу, вернулся с живой вороной в руках. Несчастная птица была выпачкана в грязи и вид имела весьма плачевный, но, оказалось, совсем не испытывала страха перед своим хозяином. Осторожно приблизившись к берегу, Гангодас зашагал с кочки на кочку, пока не добрался до ровной песчаной полосы, как раз перед самой запретной линией. Стрелки на лодке не обращали на него внимания. Здесь он остановился и несколькими ловкими движениями рук привязал птицу, опрокинув ее на спину с распростертыми крыльями. Ворона, естественно, сразу же подняла крик и стала бить лапками в воздухе. Этот шум привлек внимание стайки диких ворон на соседнем островке, в нескольких сотнях ярдов, где они вступили в жаркую дискуссию о чем-то, по виду напоминающим падаль. Около полдюжины ворон сразу же перелетело к нам, чтобы узнать, что происходит, а также, как выяснилось, чтобы напасть на привязанную птицу. Ганга-дас, который залег на кочке, подал мне знак не шевелиться, что, по-моему, было излишней предосторожностью. В одно мгновение, прежде чем я успел заметить, что произошло, дикая ворона, ринувшись на кричащую и беспомощную птицу, забилась у нее в когтях, была ловко освобождена Ганга-дасом и привязана рядом со своей подружкой по несчастью. Однако, любопытство одолевало и прочих птиц, и прежде чем Ганга-дас и я успели укрыться за кочкой, еще две пленницы боролись в когтях у перевернутых подманных птиц. Так продолжалась эта охота, если можно было употребить здесь столь возвышенный термин, до тех пор, пока Ганга-дас не поймал целых семь ворон. Пятерых он тут же придушил, а двух оставил для охоты на следующий день. Я был немало удивлен этим новым для меня методом добывания пищи и похвалил Ганга-даса за ловкость. Тут нет ничего сложного, возразил он, завтра вы и сами станете ловить их для меня. У вас ведь силы-то побольше. Это уверенное чувство превосходства вывело меня из себя, и я крикнул в сердцах, слушай, ты, старый негодяй, как ты думаешь, за что я отдал тебе свои деньги? Прекрасно последовал невозмутимый ответ. Пусть не завтра и не послезавтра, и даже не в ближайшие дни, но рано или поздно придет этот день, и на протяжении долгих лет вы будете ловить ворон и есть ворон, и еще будете благодарить вашего европейского бога за то, что существуют вороны, которых можно ловить и есть. С огромным наслаждением я бы свернул ему шею за эти слова, но при существующих обстоятельствах я счел за благо подавить свое негодование. Часом позже я ел одну из этих ворон, и, как предсказывал Ганга-Дас, был благодарен своему богу за то, что он послал мне ворону, которую я могу съесть. Никогда, до последних дней своей жизни, не забуду я этого ужина. Все обитатели кратера сидели на корточках, на утоптанной песчаной площадке против своих логовищ, и разжигали крошечные костерчики из мусора и высушенного камыша. Смерть однажды наложила свою длань на этих людей, но, воздержавшись от решительного удара, теперь, казалось, избегала их, ибо большую часть в нашем окружении составляли старики, ветхие и сагбенные, изнуренные годами, а также женщины по виду древние как парки. Они сидели небольшими кучками и вели чинную беседу, бог их знает о чем, ровными, негромкими голосами, столь разительно не схожими с отрывистой болтовней, которой туземцы способны донимать вас целыми днями. Время от времени кем-нибудь из них, мужчиной или женщиной, овладевал приступ внезапного бешенства, того самого, которое этим утром овладело и мной, и тогда этот несчастный с пронзительным воем и проклятиями бросался штурмовать откос, пока наконец разбитый и ободранный в кровь не падал на площадку ни в силах пошевелить ни ногой, ни рукой. Когда это происходило, остальные никогда даже глаз не поднимали, настолько твердо были они убеждены в тщетности подобных попыток, и устали от бесконечных повторений. Я наблюдал четыре подобные вспышки за один этот вечер. Гангадас отнесся к моему нынешнему положению чисто по-деловому, и пока мы ужинали, вспоминая об этом теперь, я могу позволить себе посмеяться, но в то время это было весьма мучительно, он изложил условия, на которых соглашался ухаживать за мной. Мои девять рупий, восемь ан, рассуждал он, из расчета три ана в день, могут обеспечить меня провизией на пятьдесят один день, или немногим более семи недель. Иными словами, все это время он был согласен снабжать меня едой. Но по истечении этого срока мне предстояло уже самому заботиться о себе. За дальнейшее вознаграждение вида лисет, за мои башмаки, он готов был разрешить мне занять берлогу по соседству с его собственной и наделить таким количеством сена на подстилку, какое ему удастся урвать от себя. Вида лисет, а именно перевод с латинского примечания редакции. Ну что ж, прекрасно, Ганга Дасс ответил я. Первое условие я принимаю охотно, но поскольку никакая сила не может помешать мне убить вас тут же на месте и присвоить все ваше имущество, я имел в виду двух неоценимых ворон. Я решительно отказываюсь отдать вам свои башмаки и займу любую берлогу, какая мне понравится. Это был дерзкий удар, и я с радостью заметил, что он принес мне полную победу. Ганга Дасс мгновенно переменил тон и отказался от всяких покушений на мои башмаки. В тот момент меня даже не удивило, что я инженер-строитель, человек, прослуживший на государственной службе 13 лет и, как мне показалось, средний англичанин, с таким спокойствием угрожал насилием и смертью человеку, который, правда, на известных условиях оказывал мне покровительство. Казалось, столетия истекли с тех пор, как я покинул свой привычный мир. Я уверовал тогда столь же твердо, как сейчас верю в собственное бытие, что в этом проклятом поселении не может быть иных законов, кроме права сильного, что живые мертвецы пренебрегают всеми заповедями того мира, который их отверг, и что сохранить жизнь я могу только положившись на собственную силу и бдительность. Один лишь экипаж злосчастной миньонетты мог бы понять мое душевное состояние. Сейчас уговаривал я тебя, я силен и могу справиться один с полдюжины этих жалких оборванцев. Поэтому ради собственного блага мне следует любой ценой сохранять здоровье и силу до часа моего освобождения, если только он когда-нибудь наступит. Укрепившись в этом решении, я ел и пил сколько мог и дал почувствовать Ганга Дасу, что отныне я становлюсь его повелителем и что при первых же признаках неповиновения его ожидает единственно доступный здесь вид наказания немедленная и неотвратимая смерть. Вскоре после этого я отправился спать. Для этой цели Ганга Дас выделил мне двойную охапку сена из травы полевицы, которую я затолкал в отверстие берлоги справа от его собственной, а за сеном втиснулся и я сам ногами вперед. Нора уходила в песок больше чем на девять футов с небольшим уклоном вниз и была искусно укреплена бревнами. Из моего логова выходившего на реку я мог наблюдать воды Саттледжа, поблескивавшие в лучах молодого месяца и я приложил все старания, чтобы заснуть. Ужасов этой ночи мне не забыть никогда. Моя нора была узка как гроб и стены ее стали гладкими и скользкими от соприкосновения с бесчисленными голыми телами. Да еще в довершение к этому все пронизывал отвратительный запах. А мне и без того мешало заснуть мое возбужденное состояние. Ночь тянулась медленно и мне стало казаться, что весь амфитеатр заполнили легионы мерзостных бесов, подступивших сот мили внизу и издевавшихся над несчастными в их логовах. Я не могу сказать, чтобы я по своему характеру был одарен слишком уж богатым воображением, инженерам это не свойственно, но в эту ночь я был подавлен нервным страхом как женщина. И все-таки не прошло и получаса, как я уже снова был способен трезво рассуждать и мог взвесить свои шансы на спасение. Всякая попытка выбраться через крутой песчаный вал была, разумеется, обречена на неудачу. В этом я уже успел убедиться с полной основательностью. Оставалась возможность почти нереальная в неверном лунном свете пройти невредимом сквозь оружейный огонь. Нынешнее мое место пребывания было настолько ужасным, что я готов был пойти на любой риск, только бы избавиться от него. Вообразите же мою внезапную радость, когда, прокравшись с большими предосторожностями к берегу, я обнаружил, что проклятой лодки там больше нет. Свобода была всего в нескольких шагах. Пробравшись к первой же мели у подножья левого крыла подковы, я смогу обойти этот выступ вброд и выбраться затем на сушу. Не тратя времени на размышления, я стремительно миновал кочки, где Гангадас охотился на ворон, и двинулся дальше по направлению к белеющей за ними ровной полоске песка. Но первый же мой шаг показал, насколько несбыточными были все надежды на бегство. Едва ступил я с пучков сухой травы в воду, как моя нога почувствовала неподдающиеся описанию втягивающее и засасывающее движение подводного песка. Еще мгновение, и я провалился почти по колено. В лунном свете вся поверхность песка, казалось, сотрясалась в дьявольской радости, высмеивая мою обманутую надежду. Я едва выкарабкался, покрывшись потом от ужаса и напряжения, с трудом добрался до оставленных позади кочек и рухнул лицом в траву. Единственный путь к свободе перекрывали зыбучие пески. У меня нет ни малейшего представления о том, сколько времени я там пролежал. В конце концов, я очнулся от злобного хихиканья Ганга Даса, раздававшегося у самого моего уха. Я порекомендовал бы вам покровитель бедных, негодяй говорил по-английски, вернуться домой. Здесь лежать небезопасно для здоровья. Да к тому же, когда вернется лодка, вас наверняка обстреляют. Он стоял, возвышаясь в тусклом свете утренней зари, хихикая и насмехаясь надо мной. Подавив первое побуждение схватить этого негодяя за горло и швырнуть его в зыбучие пески, я мрачно поднялся и последовал за ним на площадку перед пещерами. Внезапно, и, как мне казалось, без всякой надежды на ответ, я спросил его, Ганга Дас, зачем они держат здесь лодку, если я все равно не могу выбраться отсюда? Я вспоминаю, что даже в том подавленном состоянии мне не давало покоя мысль о ненужном расходовании боеприпасов на охрану и без того надежно защищенного берега. Ганга Дас снова ухмыльнулся в ответ, лодка здесь бывает только днем, и держат они ее, потому что путь на волю все же есть. Я рассчитываю, что мы еще долго будем иметь удовольствие наслаждаться вашим обществом. Это место покажется вам не столь уж плохим, когда вы проведете здесь несколько лет и съедите достаточное количество жареных ворон. Окоченелый и обессиленный, я, шатаясь, побрел к отведенной мне зловонной норе и забылся тяжелым сном. Спустя час или около того, я пробудился от душераздирающего стона, резкого пронзительного стона смертельно раненой лошади. Кто хоть раз услыхал этот звук, никогда не забудет его. Я не сразу выкарабкался из норы, когда же я выбрался наружу, я увидел порника, моего славного беднягу порника, распростертого мертвым на песке. Как им удалось убить его, остается для меня загадкой. Гангадас объяснил мне, что лошадь вкуснее вороны и что непреложным социальным законом является наивысшее благо для наибольшего числа людей. Неточная цитата из сочинения английского мыслителя Фрэнсиса Хатчисона 1694-1746 исследования о происхождении наших представлений о красоте и добродетели 1725 примечание редакции «У нас тут республика мистер Джукс и вы имеете право на положенную вам часть души. Если хотите, мы можем даже выразить вам вот он благодарности. Предложить? Да, мы в самом деле были республикой. Республикой диких зверей, обреченных у подножия этой ямы жрать и драться и спать, пока мы все здесь не подохнем. Я даже не пытался выразить свой протест. Я только сидел и смотрел на разыгравшееся передо мной отвратительное зрелище. За время, пожалуй, даже меньшее, чем чтобы описать все это. Туша порника не слишком опрятна, но все же была разделана. Мужчины и женщины приволокли куски мяса на площадку и стали готовить завтрак. Для меня его варил Ганга Дасс. На меня снова накатывало почти непреодолимое желание бежать к песчаным стенам и биться об них, пока я опять не рухну в изнеможении, и я боролся против этого изо всех сил. Ганга Дасс продолжал отпускать в мой адрес обидные шутки, пока я не заявил ему, что если он посмеет сделать еще хоть одно замечание, я задушу его на месте. Это утихомирило его до той поры, пока я уже сам не мог дальше вынести молчание и не попросил его что-нибудь рассказать. «Вы будете жить здесь, пока не умрете, как тот другой фаранги», холодно сказал он, бросив на меня испытующий взор поверх хряща, который жадно обгладывал. «Фаранги», «Европеец», примечание редакции «Какой другой фаранги, свинья?» «Отвечай немедленно и не вздумай мне лгать». «Он вон там», отвечал Ганга Дасс, указывая на пятую пещеру слева. «Вы можете сами увидеть его. Он умер в пещере, как умрете и вы, как умру я, как умрут все эти мужчины и женщины и этот младенец?» «Ради Бога, расскажи все, что ты знаешь о нем. Кто он, когда он пришел и когда умер?» Эта просьба была проявлением слабости. Ганга Дасс лишь злобно посмотрел на меня и ответил «Ничего я вам не скажу, пока вы не дадите мне чего-нибудь за это». Тут я вспомнил, где нахожусь, и хватил этого человека кулаком в переносицу, почти оглушив его. Он сразу же скатился с площадки, и, раболепствуя, и присмыкаясь, и всхлипывая, и пытаясь обнять мои колени, повел меня наконец к пещере, на которую указывал. «Я право ничего не знаю об этом джентльмене. Клянусь вашим богом, мне ничего не известно. Он так же, как и вырвался убежать отсюда, и его подстрелили из лодки, хотя мы сделали все возможное, чтобы удержать его от этой попытки. Он был ранен вот сюда». Ганга Дасс показал рукой на свой тощий живот и склонился до земли. «Ну и что же дальше? Продолжай. Дальше, дальше, Ваша честь, мы отнесли его в дом и дали воды и наложили мокрые тряпки на рану, и он лежал у себя дома, пока не испустил дух. Сколько времени он лежал? Около получаса после того, как его ранили. «Я призываю вишну в свидетели», скулил этот жалкий человек, что я сделал все для него, все, что было в моих силах, вишну одной из главных божеств индийского пантеона. В Тримурте, Триаде, главных богов, Бог-охранитель. Примечание редакции. Он бросился на землю и обнял мои ноги, но я сильно сомневался в человеколюбии Ганга Даса и отшвырнул его ногой, несмотря на все его уверения в непричастности к смерти англичанина. Вы, небось, растащили все его вещи? Но это я выясню сразу же. Сколько времени был здесь Сахиб? Около полутора лет. Он должно быть под конец спятил. Но, клянусь вам, покровитель бедных, хотите, я присягну вашу честь, что я никогда не тронул ни единой вещи из его имущества. Что, ваша милость, собирается делать? Я схватил Ганга Даса поперек туловища и поволок его на площадку перед опустевшей пещерой. При этом я думал о моем злосчастном путешественнике, о его невыразимых страданиях среди всех этих ужасов на протяжении восемнадцати месяцев, и о том, как он умирал в этой крысиной норе с пулевой раны в животе. Ганга Даса решил, что я собираюсь убить его, и жалобно взвыл. Остальные жители кратера, присыщенные обильной мясной трапезой, наблюдали за нами, не трогаясь с места. Полезай туда, Ганга Дас, сказал я ему, и вынести его наружу. Я почувствовал, что меня тошнит от ужаса, я был близок к обмороку. Ганга Дас чуть не скатился с площадки и громко завопил, но ведь я брахман сахиб, брахман высшей касты, заклинаю вас вашей собственной душой и душой вашего отца, не принуждайте меня к этому. Брахман ты или не брахман, но клянусь тебе моей собственной душой и душой моего отца, что ты полезешь туда, крикнул я, и схватив его за плечи, я втиснул его голову в устье берлоги, пинком отправил туда же прочие части его тела, а затем сел у входа, закрыв лицо руками. Прошло несколько минут, и я услышал сперва шуршание и скрип, затем задыхающийся шепот Ганга Даса, разговаривавшего с самим собой, наконец мягкий глухой звук падения, тут я открыл глаза. Сухой песок превратил доверенное ему мертвое тело в желто-коричневую мумию. Я велел Ганга Дасу отойти, пока не произведу осмотр. Тело, одетое в оливково зеленый охотничий костюм, сильно потертый и запачканный, с кожаными наплечниками, принадлежало человеку лет тридцати сорока. Выше среднего роста, со светлыми песочного цвета волосами, длинными усами и косматой всклокоченной бородой. В верхней челюсти слева недоставало клыка и отсутствовала часть мочки правого уха. На указательном пальце левой руки было надето кольцо, вырезанный в форме щита темно-зеленый с красными крапинками гелиотроп, оправленный в золото, с монограммой, которую можно было прочесть и как БК, и как ВК. На среднем пальце правой руки он носил другое кольцо, серебряное, в виде свернувшейся кобры, сильно потертая и потускневшая. Ганга Дас разложил у моих ног кучу мелких предметов, которые он извлек из пещеры, и я, закрыв лицо трупа платком, принялся их рассматривать. Я привожу подробную опись этих вещей в надежде, что это может привести к установлению личности покойного. Первое. Головка курительной трубки из верескового корня с зазубринами по краям, очень старая и почерневшая, обмотанная ниткой по нарезной части. Второе. Два ключа штампованных, оба с обломанными бородками. Третье. Нож перочинный с черепаховой рукояткой, украшенный серебряной или никелевой пластинкой с монограммой БК. Четвертое. Конверт с неразборчивым штемпелем и маркой Виктории, адресованный мисс Мон, дальше неразборчиво Хэм Нт. Пятое. Блокнот в переплете из поддельной крокодиловой кожи с карандашом. Первые сорок пять страниц не использованы. Четыре с половиной страницы трудно разобрать. Остальные пятнадцать заполнены частными записями, главным образом по поводу следующих трех персон. Миссис Синглтон, несколько раз сокращенно именуемый Лот-сингл, Миссис Эс Мэй и Гармисона, иногда именуемого также Джерри или Джек. Шестое. Рукоять малоформатного охотничьего ножа. Лезвие обломано у самого основания. Из оленьего рога ромбоидальной формы, складного типа, с кольцом на верхнем конце и привязанным к нему обрывком хлопчатобумажной веревки. Не следует думать, что я тут же на месте составил столь детальную опись этих предметов. Прежде всего меня заинтересовал блокнот, и я сунул его в карман с тем, чтобы ознакомиться с ним позже. Прочие вещи я для сохранности перенес к себе в пещеру, и там, будучи человеком методичным, составил им подробную опись. После этого я вернулся к мертвому телу и велел Ганга Дасу помочь мне перенести его к реке. Когда мы несли мертвеца, у него вывалилась из кармана гильза от старого бурого патрона и покатилась к моим ногам. Ганга Дас не заметил ее. Я же подумал, что человек во время охоты не подбирает старую стрелянную гильзу, тем более бурую, которую нельзя использовать вторично. Иными словами, выстрел этот был сделан уже внутри кратера. Следовательно, где-то здесь же должно находиться и ружье. Я уже собирался обратиться с вопросом к Ганга Дасу, но удержался, поняв, что все равно он правды мне не откроет. Мы положили мертвого у кочек на самой границе зыбучих песков. Я собирался затем столкнуть его, чтобы пески поглотили тело. Это был единственный вид похорон, который пришел мне тогда в голову. Я велел Ганга Дасу отойти подальше. Затем я стал осторожно подталкивать беднягу к зыбучим пескам. Он лежал лицом вниз, и, взявшись за его охотничью куртку, я нечаянно разорвал непрочную истлевшую ткань, отчего на спине у трупа обнаружилось зияющее отверстие. Я уже упоминал, что сухой песок мумифицировал тело, поэтому я без труда установил, что это отверстие было раной от ружейного выстрела, причем дуло ружья было явно подведено почти вплотную к телу убитого. Охотничья куртка, не затронутая выстрелом, была надета на мертвеца уже после его смерти, которая наступила, видимо, мгновенно. Тайна гибели несчастного внезапно раскрылась передо мной. Кто-то из кратера, скорее всего, Ганга-Дас, застрелил его из его же собственного ружья, стрелявшего буром порохом. Он вовсе и не пытался никогда убежать, прорываясь сквозь ружейный заслон. Я торопливо столкнул тело вниз, и оно скрылось из виду буквально за несколько секунд. Я содрогнулся, наблюдая это. Ошеломленный, почти бессознательно, я вынул блокнот мертвеца и стал его разглядывать. запачканный, выцветший листок бумаги был заложен между переплетом и корешком записной книжки и случайно выпал, когда я стал перелистывать страницы. Вот, что было там написано. Четыре прямо от вороньей кочки, три влево, девять прямо, два вправо, три назад, два влево, четырнадцать прямо, два влево, семь прямо, один влево, девять назад, два вправо, шесть назад, четыре вправо, семь назад. Листок был обожжен и обуглен по краям. Что все это означало, я не понимал. Я присел на сухую траву, продолжая вертеть в руках эту странную запись, и внезапно обнаружил, что Ганга Дас стоит тут же у меня за спиной с пылающими глазами, и его руки тянутся к листку. «Вы За это я и застрелил его, но и тогда мне не удалось завладеть бумагой. Ганга-Дас совершенно забыл свою жалкую выдумку о выстреле с лодки. Я с полным спокойствием выслушал его. Моральное чувство притупляется от общения с мертвецами, которые остались в живых. — Из-за чего ты так неистовствуешь? Что ты хочешь получить от меня? — Да вот этот листок из блокнота, он спасет нас обоих. — Ну что вы за глупец, бог мой! Неужели вы не видите, как это важно для нас? Ведь теперь мы убежим отсюда! Его голос возвышался почти до крика. Он плясал передо мной от возбуждения. — Признаюсь, и меня захватила возможность побега. Да не прыгай ты, объясни все толком. — Ты считаешь, что этот клочок бумаги может нас спасти? — Но каким образом? — Да прочтите же его вслух. — Ну я прошу, я умоляю вас, прочтите его. — Я прочел. Ганга-Дас слушал в полном восторге и пальцем чертил на песке какую-то ломаную линию. — А теперь слушайте вы. Цифры — это длина его ружейного ствола без приклада. Этот ствол у меня. Четыре ствола прямо от места, где я охотился за воронами. Прямо на перерез реке, понимаете? Затем три влево. Боже, как он работал над этим целые ночи напролет. Затем девять прямо и так далее. Прямо — это всегда от нас, через зыбучие пески. Он сам и рассказал мне все это перед тем, как я убил его. Но если все это было тебе известно, почему ты до сих пор не ушел отсюда? В том-то и дело, что это мне не было известно. Он сказал мне только, что открыл это полтора года тому назад, и что с тех пор из ночи в ночь, когда лодка прекращала дозор, он упорно работал и теперь знает, как пробраться через зыбучие пески. Затем он предложил мне бежать вместе с ним. Но я побоялся, что в ту ночь, когда работа будет завершена, он бросит меня, и я застрелил его. К тому же не годится, чтобы человек, однажды побывавший здесь, ушел невредимый. Я могу уйти, но я ведь брахман. Перспектива бегства вернула Ганга-Дасу его кастовую гордость. Он выпрямился и ходил передо мной, дико жестикулируя. Наконец, мне удалось заставить его говорить более связно. И он рассказал, как этот англичанин, целых полгода ведя свое исследование из ночи в ночь, дюйм за дюймом, обнаружил проход в зыбучих песках. Он утверждал, что было совсем нетрудно подняться вверх по реке, примерно на двадцать ярдов, после того, как обогнешь левый выступ подковы. Сам он, однако, этого выполнить не успел, ибо Ганга-Дас застрелил его из его же собственного ружья. В неудержимом восторге от возможности покинуть кратер, я даже обменялся пылким рукопожатием с Ганга-Дасом, после чего мы решили предпринять попытку к бегству этой же ночью. Нелегко нам было дождаться темноты. Около десяти часов, насколько я мог судить, когда луна только что взошла над краем кратера, Ганга-Дас забрался в свою берлогу и вытащил оттуда ружейный ствол для отсчета участков пути. Все остальные жители кратера уже давно расползлись по своим логовам. Сторожевая лодка ушла вниз по течению, несколько часов тому назад, и мы были совершенно одни на вороньих кочках. Ганга-Дас, держа в руках ружейное дуло, уронил листок из блокнота, который должен был служить нашим путеводителям. Я поспешно наклонился, чтобы поднять его, и в ту же минуту увидел, как этот дьявольский брахман занес ружейный ствол, готовясь нанести мне страшный удар по темени. Уклониться я уже не успел. Удар пришелся мне куда-то в затылок. Сто тысяч пляшущих звезд заискрились у меня в глазах, и я без чувств повалился вперед у самого края зыбучих песков. Когда сознание вернулось ко мне, луна уже зашла, и я чувствовал нестерпимую боль в затылке. Ганга-Дас исчез, а рот у меня был полон крови. Я снова лег и молил небо послать мне смерть, которая избавила бы меня от дальнейших мучений. Но тут бессмысленное бешенство, о котором я уже рассказывал раньше, внезапно овладело мной, и я, шатаясь, побрел внутрь кратера к песчаному откосу. Мне показалось, что кто-то шепотом окликнул меня «Сахиб! Сахиб! Сахиб! Сахиб!» в точности так, как будил меня обычно по утрам мой носильщик. Я было подумал, что брежу, но тут к ногам моим упала горсть песка. Тогда я поднял глаза и увидел заглядывающую сверху в кратер голову Дану, моего мальчишки-псаря, который присматривал за моими Колли. Когда ему удалось привлечь мое внимание, он поднял руку и показал мне веревку. Еле держась на ногах, я жестами велел ему спустить ее вниз. Это были два кожаных шнура от висячего опахала, связанные вместе с петлей на конце. Я надел петлю через голову подмышки, услышал, как Дану приказывает кому-то идти вперед, почувствовал, что меня поднимают лицом к песчаному склону, вверх покруче. И в следующее мгновение, задыхаясь и почти обмирая, ощутил себя уже на вершине холма, возвышающегося над селением. Дану, лицо которого казалось пепельно-сером в свете луны, умолял меня не останавливаться и немедленно возвращаться в мою палатку. Оказалось, что он по отпечаткам подков порника проследил наш путь на протяжении 14 миль через пески к кратеру, вернулся и рассказал об этом моим слугам, но те наотрез отказались иметь дело с кем-либо, все равно белым или черным, кто однажды побывал в ужасном селении мертвецов. Тогда Дану оседлал одного из моих пони, взял пару шнуров от опахала, возвратился к кратеру и вытащил меня вышеописанным способом. Короче говоря, Дану теперь стал моим личным слугой и получает по золотому мухуру в месяц. Но я отнюдь не считаю эту сумму достаточным вознаграждением за услугу, которую он мне оказал. Ничто на свете не заставит меня теперь даже приблизиться к этому дьявольскому месту или обозначить его расположение яснее, чем я это сделал. О судьбе Ганга Дасса я ничего больше не слышал, да мне и не хотелось бы услышать. Единственный мотив, побудивший меня опубликовать эту историю, надежда, что кто-нибудь по отдельным приметам или по приведенному выше списку вещей сумеет установить личность человека в оливково-зеленой охотничьей куртке.